Дневной разворот Они уже будут дома Только что закончился круглый стол Где встречались Городские активисты С представителями кировских СМИ И они говорили о коммуникационных Ресурсах В взаимодействии Что требуется от населения Чтобы СМИ их заметили И размещали информацию о мероприятиях Которые проводят активные граждане у себя на страницах И чего ожидают Собственно говоря активисты от СМИ Но наша сегодняшняя тема совершенно иная И так просто получилось Что я модерировала этот круглый стол И с удивлением Честно вам скажу С удивлением узнала Что там большое количество гостей из других регионов И достаточно далеких От Кировской области приехало На форуму инициативных граждан И просто не могла не воспользоваться ситуацией И своим служебным положением И не заманить сюда в студию этих людей Давай их представим Итак, Дмитрий Долганов Заместитель руководителя управления по работе Социально ориентированными НКО И национально-культурными центрами Департамента общественных и внешних связей Аппарата администрации городского округа Самары Дмитрий Александрович, здравствуйте Здравствуйте Рустем Газезов Заместитель главы администрации городского округа УФИ Все верно? Да, все правильно Так, и Юрий Балабонов Руководитель исполнительной дирекции Ассоциации Совет муниципальных образований Республики Коми Здравствуйте Здравствуйте Не ошиблась Прежде всего я хотела у коллег Которые вот здесь до начала нашей записи Поделились, что приехали в Киров На день пораньше Чем начался форум Чтобы посмотреть изнутри на эту кухню Как у нас все происходит Как происходит коммуникация между властью и населением Что себе представляет ТОСы, например, в городе Кирове Которым так гордится наш город Что вы увидели? Я сейчас задаю вопрос Рустаму Газизову Добрый день, уважаемые коллеги Ну, несомненно, это была хорошая инициатива Хорошее вот такое вот действие Приехать непосредственно на день раньше Основной части форума Пленарной части форума И вживую, так скажем, посмотреть, потрогать Что такое ТОСы То, чем действительно, как словно говорят, гордится город Киров Мы вчера проехали достаточно большое количество Дворовых площадок Которые формировались и устанавливались За счет территориальных общественных самоуправлений Мы пообщались с центрами местной активности Могу сказать, что это действительно уникальный опыт Это опыт, еще один инструмент Общения с общественностью Общения с жителями И самоорганизации жителей Потому что то, что сегодня делается в Кирове Именно в развитии общественного движения В развитии именно территориального общественного самоуправления Это такой вот уникальный опыт Мы, несомненно, для себя Почерпнули много интересного Мы возьмем ряд интересных практик Для себя И будем реализовывать непосредственно Уже у себя в городе Чтобы не быть голословными И не просто выступить с добрыми словами В сторону кировчан Пожалуйста, хотя бы пару примеров Вчера мы были Изначально нас встречал Первомайский Первомайский территориальный управление Я привык говорить Первомайский район Первомайская администрация Но у нас тоже можно на самом деле Первомайское территориальное управление Нас возили в деревню Гнусино Просто уникальная площадка для общения Там создана вот такая вот Площадка общения Или как это еще назвать Пресс-студия, может быть, общения где размещена коллекция и представлено все развитие этого ТОСа Гнусина. Мы пообщались с представителем ТОСа, который рассказал, с чего все начиналось, что начиналось это с одной улицы, потом это развивалось достаточно активно. Изначально все было замкнуто на одном из руководителей предприятий, который формировал, представлял участки в этой деревне. Но и затем, когда прошло определенное экономическое осознание у предприятий, когда оно, я так понимаю, все-таки от непрофиля освободилось в виде деревни, в виде населенного пункта, жители поняли, что ничего другого, как самим развиваться, у них не остается. И действительно создали уникальный населенный пункт, где все понимают, что без участия каждого жителя, без их личного вклада, как трудового, так и финансового, может быть, ничего не сдвинется. Что особенно поразило, что никто не живет каким-то иждивенческим настроением. Может быть, коллеги, не сомневаясь, мы увидели самые лучшие практики, но сам факт того, что люди говорят, что мы решили на собрании, договорились, сложились, собрали денег, договорились с какими-то подрядчиками, ну это дорогого стоит. — Вопрос Юрию сейчас я задам. Скажите, пожалуйста, Юрий Балабанов, Республика Коми. Активисты для вас, для вашей власти, для вашей администрации, это сейчас все-таки что такое? Это забота, это нагрузка, это помощники? На какой стадии находятся сейчас взаимоотношения города и людей? — Очень хороший вопрос. Дело в том, что действительно, мы, я вообще хочу сказать, что мы ТОСы стали развивать в республике благодаря Кирову. 5-6 лет назад была наша делегация в гостях, и мы увидели, как система работает. Но мы пошли немножко по иному пути, потому что создание ТОСов, это некое, в основе лежит все-таки некие паритетные отношения, начало паритетное, то есть взаимодействие власти, именно местного низового уровня, да, и какой-то категории социально активных граждан. В первую очередь это взаимодействие, потому что не секрет, ведь задача тех же ТОСов, это научиться взаимодействовать с властью той категории граждан. И наоборот, власти помогать этой категории активной, социальной категории. То есть слышать друг друга, да? Абсолютно правильно, да. Как говорится, страшно не критиковать, страшно, когда не слышат, кого критикуют. Поэтому изначально, в общем-то, выстраивалась работа, то есть проходила некая селекция, я буду говорить, даже не просто за город, а за всю республику. То есть в определенных муниципальных образованиях, и в городских округах, и в сельских поселениях, и в городских поселениях, в муниципальных районах выделялась категория социально активных граждан. И, в общем-то, начинали с ними работать, которые хотели работать, которые хотели действительно там что-то поменять, какую-то реальность. И власть начала с ними контактировать, и они выходили на контакт. В общем-то, происходил такой очень приятный контакт, симбиоз, который, в общем-то, потом стал сообразовываться в ТОСы. Дело в том, что кроме ТОСы ведь есть другие формы гражданской инициативы. Это и старосты, и самообложение, и формы сходов, если это сельские территории. Я хочу понять, Юрий, была поставлена задача все-таки руководственной республики эти коммуникации наладить, выявить этих людей. Для чего, если она была поставлена? Ну, я еще раз говорю, в основе должно быть, давайте не забывать, давайте будем достаточно откровенно, что за последнее время, за 90-е, авторитет власти очень упал. Это мы всегда понимаем, только начало 2000-х мы начинаем потихонечку понимать. Через эту гражданскую инициативу мы должны все-таки еще раз поднимать также авторитет власти. И власть должна поворачиваться именно к самым низовым первичным слоям. То есть это население, которое в сельских поселениях, в городских поселениях. Про города тут отдельная история, можно долго рассказывать. И задача все-таки, еще раз говорю, это должно быть некое взаимодействие. Вот как с той стороны, так с этой коммуникацией, которую мы сегодня обсуждали. Да, мы сейчас к ней перейдем, сейчас к Дмитрию Долганову мы обратимся, до перерыва есть у нас буквально полторы минуты. Владимир Владимирович Путин не зря ведь заявляет сейчас, что все вот эти федеральные программы, которые таким прекрасным жирным золотым дождем сейчас проливаются на регионы по благоустройству, например, или по дорогам, они должны почему-то исполняться с учетом гражданской инициативы, предпосредственном участии граждан с обсуждением и так далее. Ну, в любом случае, для того, чтобы любой проект заработал, необходима его общественная поддержка. Именно для этого созданы такие совещательные органы, как общественная палата, общественная палата при президенте. У нас в городском округе Самара существует общественная палата городского округа Самара. И все вопросы наиболее острые эксперты этого совещательного органа успешно решают. А я слышала, что у вас в Самаре заседание общественной палаты чуть ли не интереснее, чем заседание и Думы, и законодательных собраний и прочего. Ну, сложно сказать. Какое из заседаний интереснее? Например, мне по роду моей деятельности ближе другой совещательный орган, Общественный совет по национальным вопросам городского округа Самары. И поверьте мне, что его заседание не менее интересно, чем вышеперечисленное. Мы сейчас поделимся опытом, опытом взаимодействия власти и городских активистов. Просто прям хочется инструментарий разобрать, потому что сегодня на круглом столе вы представили такие вещи, которых у нас нет. Очень хочется их озвучить, потому что тут же активисты могут тоже подхватить и их начать реализовывать снизу. Сейчас прервемся буквально на полминуты и дальше продолжим с нашими гостями. Продолжается программа «Дневной разворот», коммуникационные ресурсы для взаимодействия с населением. Вот тема нашего сегодняшнего эфира. И здесь у нас в гостях представители разных регионов, которые прилетели в город Киров на форум инициативных граждан. Давай их еще раз представим. Дмитрий Долганов, замруководитель управления по работе с социально ориентированными НКО и национально-культурными центрами Департамента общественных и внешних связей аппарата администрации городского округа Самары. Такая длинная должность. Очень, очень. В следующий раз буду говорить просто. Город Самара, да? Рустам Газезов, заместитель главы администрации городского округа УФИ. И Юрий Балабанов, руководитель исполнительной дирекции Ассоциации Совет муниципальных образований Республики Коми. Я могу тебе сказать, Саня, что Рустам Фаретович рассказывал сегодня, что... Вчера. Вчера. Нет, сегодня мы записываем же с твоей программой, мы слушателям сказали, что программа в записи. Вот сегодня, в четверг, на форуме инициативных граждан Рустам Фаретович рассказывал, что чиновники УФИ ведут аккаунты в соцсетях. И через них... Сейчас мы расспросим с пристрастием. И через них общается с населением. Да, несомненно. Как это происходит? Это просто вот что-то удивительное. Ну, наверное, это веяние времени, во-первых. Сегодня говорить о том, что возможно доносить информацию до жителей, до наших граждан только посредством муниципальных средств массовой информации, печатных изданий. Ну, этого недостаточно. Должна быть обратная связь, должен быть диалог. Поэтому в администрации города УФИ разработан, ну, такой, можно быть, симбиоз, наверное, и муниципальных СМИ, печатных изданий. Они у нас очень хорошо представлены. У нас также телеканал вся УФА активно работает. Помимо этого, вот то, о чем говорила Светлана, мы в начале этого года решили, что все оперативные совещания главы городской администрации должны быть открыты для всех. Не секрет, наверное, что у всех журналистов возникает вопрос, кому-то дается аккредитация на теле, кому-то нет. Поэтому для того, чтобы не было каких-то кривотолков или, скажем так, неправильной передачи информации из уст того или иного вашего коллеги, можно сказать, мы решили просто активно открыть оперативные совещания еженедельно, чтобы они были в общем доступе как для журналистов, так и для всех жителей. Интернет-трансляция. Интернет-трансляция, да. И сегодня я могу сказать, что, сидя на оперативном совещании, ты уже практически в онлайне, помимо того, что ты слышишь, ты уже, можно сказать, отслеживаешь и читаешь, что в форумах говорят наши горожане о той или иной задаче, которую ставит глава администрации или о тех или иных новшествах, которые применяются в городе. Ой, слушайте, а мне интересно, это вот отдельный какой-то человек сидит, анализирует все социальные сети или это каждый ответственный там руководитель отдела отслеживает именно по своему вот ведомству? Ну, вот если говорить об интернет-трансляции, это, скажем, вот не тот формат, который, наверное, надо отслеживать. У нас есть еще такой уникальный, наверное, случай, когда глава городской администрации сказал, что давайте мы будем, скажем, общаться не только на встречах с жителями, не только по телевидению, да, давайте сделаем стрим в Фейсбуке. Это было действительно интересно, в Фейсбуке у нас достаточно активная аудитория, значит, первый стрим мы провели в марте месяце, ну, это действительно был такой вот определенный толчок к тому, чтобы мы начали общаться несколько иначе. После главы администрации эту идею подхватили все главы районных администраций, семи районов, начальники территориальных управлений, и то есть сегодня стрим в Фейсбуке для любого руководителя звена нашей администрации – это норма. Извините, пожалуйста, нашим слушателям, что такое стрим? Ну, это онлайн-общение с жителями, с горожанами, с блогерами в Фейсбуке, когда они задают всевозможные вопросы, и глава, скажем, пользуясь камерой GoPro элементарно, да, дает ответы в прямом эфире на любые вопросы, которые задают в том числе коллеги-блогеры. Ничего себе, без подготовки. Странно, что ты не задаешь вопрос, который так вот, да, и срывается с языка. Нет, на самом деле мне очень хочется спросить одну вещь, но я не знаю, насколько это уместно. Это личные странички каждого чиновника или это отдельная какая-то вот есть страница в Фейсбуке от администрации, от теруправления? Вот у нас, у администрации, мы представлены абсолютно во всех сетях. Вот для того, чтобы понимать масштаб нашей представленности в соцсетях, да, нашей активности, могу сказать, что число подписчиков нашей группы ВКонтакте на сегодняшний день вот 89 тысяч человек, практически 90 тысяч. А сколько населения города Украины? Миллион 120 тысяч. Ага, то есть 90 тысяч подписчиков, каждый десятый практически. Это мы говорим про контакт. В Одноклассниках у нас порядка 5 тысяч, в Фейсбуке около 1200 человек, и вот, если я не ошибаюсь, в Инстаграме тоже около 5-6 тысяч. Все-таки контакт самый распространенный. Инстаграм администрации города Уфат, можешь себе представить? С трудом. Нет, администрация города Кирова с трудом. В Уфат, я так думаю, что уже нет. Вопрос, который я задавала на круглом столе, и, кстати говоря, Юрий меня поддержал, да, я сказала, вот знаете, вот наши чиновники очень любят говорить следующее, а работать-то когда? Вы в соцсетях сидите, отвечаете на вопросы граждан, работать надо, в поля ходить. Чего это вы в соцсетях? И ваши совещания. Вот как раз говоря о том, что лично ли это страницы непосредственно руководителей, или это спланированная, организованная работа, я могу сказать, что это действительно организованная работа, этим у нас занимаются специалисты пресс-службы, да, которые мониторят сети, которые в оперативном формате представляют информацию, ответы на те или иные вопросы. Более того, в этом году мы запустили ряд онлайн-сервисов у себя на сайте администрации, то есть сервис по ямочному ремонту, да, когда любой житель может написать в виде у себя во дворе на проезжей части какую-то деформацию дорожного полотна, яму, да, он может сфотографировать, отправить на онлайн-сервис администрации города. В течение трех дней должен прийти ответ, то есть, естественно, все должно быть отремонтировано, и, соответственно, житель уже может подтвердить, да, действительно сделано. Это онлайн-карта у нас именно ямочного ремонта, онлайн-карта у нас также сегодня работает, дорожных работ всех, которые проводят сегодня в городе, ну и экологическую карту мы аналогичную запустили. Чтобы ничего наши слушатели не перепутали, те, кто только что подключился, это Рустам Газизов из Уфы. Ну, я должна сказать к чести нашей администрации, что тоже ведь пытаются что-то делать, то есть у нас принимали точно так же, значит, на сайт по заявкам жалобы от жителей с фотографиями, это касалось, ну, специальная была акция по парковкам машин на газонах, да, во дворах, и там тоже жесткие меры принимались и реагировали достаточно оперативно. И потом вот от жителей пожелания по ремонту дорог на следующий год, да, тоже на сайте администрации есть сервис, который позволяет это сделать. Но все-таки этот ресурс, этот ресурс согласования общественная палата предлагала. Да. Мне по поводу работы в соцсетях и по поводу онлайн-общения через GoPro со своими горожанами, да, последний вопрос такой к Рустему. Ну, не зря я задала вопрос по поводу времени, где его убрать, наверное, важнее тут все-таки зачем, что в итоге администрация и каждый чиновник от этого общения получает. Ну, во-первых, наверное, надо... И горожанин что-то получает. Ну, горожане, несомненно, они все могут высказать свое мнение, да, по отношению к тем или иным, к каким-то нововведениям, к администрированию города. Ну, а что получает администрация? Ну, сегодня закрыться в кабинете, отвечать только на письма, это, ну, несерьезно. Это нереально и невозможно в нынешнем времени. Поэтому для того, чтобы понимать, что делать, как делать, как правильно администрировать и принимать, ну, действительно, наверное, популярные решения, это как раз вот такой формат живого общения, общения с обратной связью, который предоставляется при такой работе в социальных сетях. Скорость решения проблем плюс оценка собственной компетенции. Ты отвечаешь за то, что ты делаешь, да, и твой, собственно говоря, твой горожанин видит, кто перед ним, что за чиновник. Умеет он сказать о своей работе, умеет он принять решение оперативно, умеет он ответить за то, что он сделал или нет. Это очень важно. Ну, и непосредственно, конечно, как инструмент, это советы, это, скажем так, всеобщее голосование и принятие совместного решения вместе с жителями нашего города. То есть можно говорить о том, что вот... Солидарная ответственность. Да, можно говорить о том, что тот или иной чиновник принимает решение по тому или иному вопросу, но когда это решение, скажем, согласовано, я прям могу действительно сказать, согласовано и взвешено с учетом мнения общественности, ну, тогда никто не скажет, да, что тот или иной чиновник был прав или не прав, в том числе это делегирование ответственности нашему обществу. А я еще скажу, что мне кажется, это хороший инструмент выработки лояльности граждан по отношению к власти вообще. Потому что ты вспомни, вот наши эфиры, да, любые, когда приходили представители администрации города, правительство области, человек сидел в эфире, звонил слушатель. Это было вот как на прямой линии с Владимиром Путиным, да? Ой, а это правда вы? Как вот сейчас я человеку задам вопрос, и он в прямом эфире мне, там, Марии Ивановне, да, с какой-то улицы ответит сразу же на мой вопрос. Мне ждать не надо. Какое отношение потом будет? Конструктивное предложение от Анны Лапшиной вернуть прямые трансляции на заседание и правительство, и администрации, и общаться в прямых эфирах, не бояться приходить. Есть эффект, Уфа говорит, вы в Уфу съездите, посмотрите, как они там живут. У нас остается буквально три минуты до следующего перерыва. Дмитрий Долганов, очень интересно, Дмитрий Долганов, Самара, очень интересно на круглом столе рассказывал о том, как администрация совместно с горожанами проводит мероприятия различные, и о том, как они превращают единично отдельно взятые идеи в целые традиции. У нас в городском округе Самара выработалась определенная, можно даже сказать, традиция, когда, ну, если мы будем говорить о национально-культурных центрах, когда один праздник, например, праздник Сабантуй. Изначально традиционный татарский праздник, который традиционно празднуется, есть атрибуты Сабантуй, но на Самарской земле любой праздник становится информационным поводом для того, чтобы собраться всем народом, проживающим на территории городского округа. На праздник, любой праздник, приглашаются представители различных национальностей, и это уже получается праздник межнациональный, когда не просто мы привлекаем коллектива того или иного национально-культурного центра, а когда мы привлекаем тех зрителей, которые были. Это еще и включение горожан в этот процесс, когда мы демонстрируем, что, во-первых, мы живем в поликультурном пространстве, в многонациональном городе, где не только нужно, но и можно, и мы демонстрируем как, осуществлять взаимодействие между различными народами. Когда в рамках одного мероприятия, которое будет проводить наш Чувашский национально-культурный центр, кстати, это мероприятие тоже сквозное, называется оно «Во славу земли Самарской», и будет проходить уже второй год подряд. То есть баннеры изготовлены один раз, мы за них более не платим, то есть мы экономим бюджетные деньги. И в рамках этого мероприятия будет изготовлена выставка, в которую будут входить шесть национальных костюмов, этносов, которые традиционно проживали на территории, географическом пространстве Самарской области. Чуваши, мордва, татары, казахи, русские. Когда будут изготовлены баннеры, повествующие о культуре этих народов. И эту выставку мы планируем экспонировать на всех мероприятиях, последующих, которые будут проходить на территории нашего города. Таким образом, каждое мероприятие, мононациональное изначально, даже если это традиционный праздник, становится многонациональным. Мы привлекаем дополнительную аудиторию. Сколько национальностей живет у вас? На территории Самарской губернии проживают 158 национальностей. 158 национальностей. И рассказывал очень интересно Дмитрий, что в 90-е годы была важная идея сохранить свою национальную какую-то идентичность, и на это делался акцент. А сейчас ситуация меняется, и вот эти мероприятия, они сливают воедино все эти народы в один большой самарский народ, я бы сказала. Совершенно верно. То есть городское сообщество. Мы пытаемся консолидировать, объединить. Не конфронтация, а совместные действия. И мероприятия наши проходят в разных районах города. Мы работаем с районными администрациями с тем, чтобы привлекать жителей близлежащих домов, близлежащих школ. Потому что мероприятие проводится не только нашим департаментом совместно с общественностью, я имею в виду национально-культурными центрами, но и совместно с другими департаментами. У нас существовала программа «Самара» многонациональная в 2014-2016 годах. Сейчас на смену ей пришел комплексный план в рамках стратегии национальной политики, когда мы привлекаем на наши мероприятия департамент образования, значит, школы. Департамент культуры, значит, муниципальные бюджетные учреждения, библиотеки, коллективы, которые работают на базе ЦВР и ЦВО. Ну, дома культуры, наверное, это все подключается. Нам сейчас нужно прерваться буквально на две минуты, а после этого я все-таки спрошу у Дмитрия о тех самых средствах коммуникации, которые они вовсю используют, чтобы объединить весь этот многонациональный самарский народ. Мы снова в студии. Мы говорим сегодня о коммуникационных ресурсах для взаимодействия власти и населения. С разных сторон его описываем, благодаря тому, что у нас сейчас в гостях гости из разных регионов. Рустам Газизов. Это город Уфа. Я уже так коротко, да. Юрий Балабанов, Республика Коми. И Дмитрий Долганов, город Самара. С него и начнем. Да, Дмитрий рассказывал, что была программа, три года она длилась, она как раз была направлена на объединение 158 национальностей, которые проживают на территории Самарской области. И этот ряд мероприятий, который за три года был проведен, он слился в одну системную работу и в серьезные такие мероприятия, которые стали уже традициями, традициями, объединяющие разные нации. Но проходят они не просто так. Это не то, что там оперативка у главы Самары, которая собирает все 158 представителей и говорит, так, следующее мероприятие будем проводить так-то. Вы, значит, чуваши это, вы башкиры это, вы русские это. Происходит все по-другому и с использованием современных средств связи. Потому что, Дмитрий, вот тебе это понравится. Ты же очень следишь за развитием идеи с Думом Дружбы Народов. Ну да. А Дум Дружбы Народов в Самаре имеет какой-то совершенно замечательный и очень современный сайт. Это портал, информационный портал, на котором содержится информация о всех наиболее значимых мероприятиях, которые проводятся на территории Самарской области. Просто мы свой Дум Дружбы Народов, Дмитрий, чтобы вы понимали, только-только получили, совсем недавно. Ну вот год, чуть больше назад. Вот. И если мы говорим о коммуникационных процессах, то на самом деле к этому порталу, если вы позволите, я вернусь чуть позже, мы бы хотели говорить о том, что мы используем и социальные сети, и радиоэлектронные СМИ. То есть у нас в городском округе Самара есть телеканал «Самара ГИС», то есть который вещает 24 часа, представлен и в интернете в том числе. Самарская газета, в отличие от Уфы, она у нас одна. А в Уфе сколько, кстати? У нас три издания сегодня муниципальных. И, соответственно, наши партнеры с других телеканалов и интернет-ресурсов. Ну, например, интернет-ресурсы «Ниа Самара», которые постоянно с нами взаимодействуют, ГТРК «Самара» и так далее, и так далее. Так вот, сами национально-культурные центры, сами общественники, для того, чтобы собрать свою аудиторию, донести основную идею, лейтмотив мероприятия, они активно пользуются соцсетями. В основном, конечно, это же ВКонтакте. Ну, например, можно привести армянскую национально-культурную автономию на ИРИ, у которых более 8 тысяч подписчиков. То есть они практически никогда не обращаются к нам за административным ресурсом, за поддержкой с тем, чтобы наполнить зал. Всегда берут огромные залы. Это ДК имени Литвинова, 800 посадочных мест. То есть в любом случае мы работаем с районом. Как я уже говорил, из близлежащих домов, с близлежащих территорий люди имеют возможность прийти и поучаствовать в празднике. Недавно, в апреле, прошел праздник День Матери, традиционный для Армении праздник, на который были приглашены труженики тыла. То есть, опять же, Кировского и промышленного районов городского округа Самара. Мы чествовали ветеранов, которые пришли на этот праздник. И, соответственно, они имели возможность насладиться концертом, приобщиться вот к этой многонациональной культуре. Общины ведут свои соцсети и ведут их очень грамотно, там активно общаются люди. Порталу давайте вернемся. Две минуты. Я сейчас буду регулировать время. Так вот, и портал, то есть все электронные ресурсы, официальный сайт администрации городского округа Самара, портал, сайт телеканала ГИС, естественно, завязаны в одну цепочку через систему гиперссылок. Баннеры партнеров размещены на титульной странице каждого из сайтов. То есть, кликнув по этому баннеру, можно перейти на сайт. Соответственно, объем информации, который собирается и на официальном сайте администрации, и на сайте телеканала ГИС, где размещаются все репортажи о мероприятиях национально-культурных центров, спецрепортажи. Кстати, наши ноу-хау последнего времени, когда помимо того, что идет репортаж о прошедшем мероприятии в количестве шести выходов в эфир, делается еще спецрепортаж, углубленный на 4,5-5 минут, и делается фильм, углубляющий проблематику, которая прозвучала в репортаже полторы-две минуты с мероприятия, в спецрепортаже, и, соответственно, о национальности. Ты понимаешь, кто перед тобой сидит? Да, но мне очень интересно вообще... Ты понимаешь, что перед тобой сидит профессиональный журналист? Он тебе все рассказывает про это. Откуда средства? Это финансирование, каким-то образом берут на себя национальные диаспоры, автономия, общины, там, вот это вот все... Это же все нужно поддерживать. Или это каким-то образом все-таки финансируется из бюджета? Здесь финансирование идет из разных источников. Естественно, бюджет берет на себя львиную долю этих расходов. Но и общественники также берут на себя определенную часть. Иногда большую, иногда равную, иногда чуть меньшую. Но обязательно участие общественной организации, чтобы у радиослушателей не сложилось впечатление, что общественные объединения каким-то образом паразитируют... Присосались к бюджету, да, как говорится? ...государства. ...муниципалитета. Так вот, ни в коем случае. Почему? Давайте возьмем конкретный пример. Впервые в истории, наверное, даже и Российской Федерации на муниципальном уровне единой комиссии по выделению субсидий и грантов было принято положительное решение о выделении денежных средств на создание сайта цыганской национально-культурной автономии города Самары. У нас есть слушательница, которая звонит постоянно и спрашивает, у вас вот приходят вот эти, вот эти, вот эти, а где же цыгане? Где? Почему их нет? Они у нас как-то вот пока не объединены, видимо. На этом сайте будет представлен журнал о жизни цыган, постоянно действующий журнал, постоянно пополняющийся. Журналист, который будет работать, который будет вести эту работу, взаимодействует уже не первые десяток лет с этим объединением, работает в Самарской газете. Это ее личная инициатива. То есть она будет работать как общественник, как волонтер. Как волонтер, совершенно верно. Пополняя этот журнал. Хостинг. Тоже немаловажно. Если не будет хостинга, соответственно, сайт не будет существовать. Ничего не будет, да. Хостинг оплачивает, и это прописано в нашем договоре, оплачивает цыганская национально-культурная автономия. То есть она берет на себя затраты по содержанию этого сайта. Наполнение также. Комментарии юриста. Это такой же волонтер с высшим юридическим образованием, который состоит в этом общественном объединении. Точно так же. Вопрос с раскруткой сайта. Ведь можно сделать информационный ресурс, который не будут посещать. Через вот эту систему гиперссылок, о которой я уже говорил, когда можно выйти и на сайт Дома Дружбы Народов, где будет этот баннер, где можно ознакомиться с подборкой наиболее ярких мероприятий и в то же время более углубленно перейти и узнать о жизни, в данном случае, нашей цыганской автономии. Таким образом, мы планируем втянуть в хорошем смысле этого слова вот в этот информационный котел жителей как можно большего количества районов втянуть всех самарцев, чтобы эта тема была на слуху, чтобы люди были неравнодушны к этой теме, чтобы люди понимали, что добрососедские отношения – это отношения, которые нужно поддерживать ежедневно, когда нужно интересоваться, откуда возникает национальная рознь, национальная неприязнь – от незнания. Если мы не знаем того, кто живёт рядом с нами, мы его не понимаем, мы начинаем его бояться. И наша задача в информационном плане – всячески рассказывать, показывать, приглашая на мероприятия общаться. Ведь после мероприятий, особенно молодые люди, мы делаем акцент на работу с молодёжью, меняются контактами и общаются уже в соцсетях сами. – Вот, понимаешь, мы с Дмитрием рядом, на круглом столе сидели, ты понимаешь? А мне приходилось модерировать. У нас остаётся буквально 4 минуты. Я просто напомню, что Дмитрий Долганов – заместитель руководителя управления по работе с социально ориентированными НКО и национальными культурными центрами департамента. У нас нет такого отдельно взятого специалиста, который бы приходил и вот это всё рассказывал. И нам предстоит над этим поработать, конечно, потому что задачи такие поставленные. И здесь бесценный совершенно опыт, который можно просто брать и использовать. Коми, к нашему ближайшему северному соседу. Пожалуйста, 4 минуты, Юрий, у вас есть. Поделиться опытом. – Ну, у нас опыт… – Дом Дружбы Народов есть? – Да, построили, только вот буквально частично уже запустили. – Интересно, что рассказывает Юрий. Я просто… Не просто интересно, а очень познавательно. И вот эта интересная система ситуации с порталом, с мощным. Тут надо… Дело в том, что что такое мощный портал? Это действительно должна быть интересная информация, интересные аккумулятивные какие-то действия по идеям, чтобы люди читали, заходили, смотрели. – Ну, сразу-то не родиться, конечно, надо воспитывать. – Абсолютно правильно. Это время, да. – И там нужны люди заинтересованные, да? – Самара и Ситовкар, к сожалению, это несравнимые вещи. Коми и Самарская область – это регионы, конечно, это разные регионы. Мы все-таки северный регион, хотя один из самых сегментированных субъектов Российской Федерации, потому что, наверное, нет таких сегментов, как там присутствует у нас, добывается нефть, газ, перерабатывается, перерабатывается, добывается переработка лесная очень мощная, присутствуют мощные корпорации. Там от Северстали, там наша шахта на Севере, в Рокутинте, Север Лукойл, Роснефть, Монди. – Уголь еще. – Ну, вот Северсталь, да, Монди присутствует группа, это лесное направление Англо-Американ, да, вот Дебирс, у них алмазная, лесной Монди. То есть, представляете, да, республика, плюс еще национальная республика тоже. Вот, и у нас в этом отношении, конечно, действительно, у нас очень много еще впереди предстоит работы. Но единственное, что мне бы хотелось бы сказать, вот сегодня я посмотрел, поприсутствовал, очень просто, действительно такая энергетика, но, коллеги, давайте все-таки быть достаточно откровенны. Еще раз говорю, мы не должны превращать ту же работу с ТОСами в некую компанейщину. То есть, года четыре назад я с одним депутатом Госдумы общался, он был там в лидерах такой, в одной из крупных организаций по местному управлению возглавлял в Архангельске, я ему рассказывал там о системе ТОСов, что это горизонталь, которая посильнее Народного фронта, да, потому что там нет деления, там нет политики, по сути. И вот он, и сейчас, через четыре года, там, вот как-то все это разом началось, ТОСы, ТОСы, а еще раз говорю, есть разные формы участия и привлечения, там, активных граждан, там, в управлении, там, территориями, там, в систему местного управления, там, и до власти. Единственное, что еще раз говорю, что очень важный момент, который сейчас для нас, сейчас, это мы не должны как, вот, экземпирю, да, мы в ответе за кого приручили, мы сейчас можем наплодить этих ТОСов и бросить их. И плюхайтесь, как хотите. И плюхайтесь, как хотите, абсолютно правильно. Тут очень большая ответственность. И ответственность как раз падает не на этих гражданских активистов, они есть. Гражданские активисты на то и активисты, сегодня есть, а завтра нет. А падает, ответственность падает на власть. Как нам сейчас не хватает нашего коллеги Кузнецова, который был сейчас на круглом столе и возглавляет ассоциацию, да, по ТОСам, он бы сейчас, наверное, все-таки ответил. Ну, я вам хочу сказать, что ассоциация ТОСов Российская была создана в январе 2016 года, а ассоциация ТОС Республики Коми была создана в 2013 году. Мы одни из первых, да, у нас нету там сотни, у нас где-то 120 ТОСов в республике, но мы не пошли по системе там некоторых областей, где там по 700, по 1000, за 1000. Это все здорово. Мы, еще раз говорю, мы привязывали, мы систему работы с ТОСов выстраивали очень основательно, то есть мы не подходили, это просто общественная организация без образования юрлица, дам там, пожалуйста, вам денег, там что-то... У нас 15 секунд от кончения программы. Да, поэтому мы, еще раз говорю, тут должна быть ответственность. С ТОСами работа, это очень, это очень, очень скрупулезно, очень надо ответственно подходить по работе с ТОСами. Вы знаете, в чем счастье? Вот счастье не только в том, что форум инициативных граждан сегодня, сегодня это пятница, когда мы уходим в эфиры вчера, когда мы записываемся, да, в четверг и в четверг и в пятницу проходит в Кирове, а в том, что мы ведь возьмем контакты у наших гостей. Конечно, обязательно. И у нас же прямые эфиры, и мы же будем звонить, и мы будем вас спрашивать, и мы будем делиться опытом. Всегда рады, мы будем с удовольствием отвечать. Мы очень благодарны. Заручились поддержкой. Благодарны вам, что вы пришли к нам сегодня. Дмитрий Долганов, Самара, Рустем Газизов, Уфа и Юрий Балабонов, Республика Коми. Спасибо вам большое. Мы вас поддерживаем и надеюсь, что вы тоже будете нас поддерживать в наших инициативах своими советами, а может быть непосредственным участием. Я получаю прямо сейчас визитки здесь в этой студии. Спасибо. Дневной разворот завершается, и далее будет программа Культпоход. Через 20 минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова